Ура! 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 Я новая сафировая директора. Вы не представляете какое-то счастье, просто счастье. Ко мне девчонки пришли на второй неделе. Это было в субботу или воскресенье. В субботу, по-моему, на прошлой неделе. Мы собрались, мы так хорошо посидели. И мальчишки, да, Владимир, я все время привыкла к девчонке. И самое жалкое, мы даже не сфотографировались, как-то так вот все бурно что-то обсуждали. Так здорово у нас было. Сколько у нас было? Восемь или девять взрослых и трое детишек. Мы еле-еле уместились за одним столом. Еще детишки у нас в другой, в однокомнатной квартире были. Да, я уже не с нетерпением, когда же мы переедем, съедем с этой квартиры в большую, вот, в Омск. Омск мы переезжаем. Так, и того, да, давайте я расскажу вам о своей истории, о тех фактах, которые никто, наверное, не знает, да, даже самые близкие лидеры. Если взять свою историю, да, то мой папа военный. Вот. И жизнь закалила меня так, что я сменила десять школ. Мы жили в пяти республиках, везде переезжая, везде я была таким, скажем так, гадким утенком, всегда высокой, длинноногой, худой. Везде меня, везде были проблемы, но все равно я была симпатичная, поэтому девочки меня страшно не любили. Мальчики проявляли знаки внимания, но они знаки внимания в виде дергания косичек, было очень, очень, конечно, тяжело. Вот, но непосредственно это сделало меня, скажем так, уже какие-то там закладки лидерские пошли во мне. Вот. Когда мы переехали в Краснодар, почему-то мне стало скучно, и после, наверное, на втором курсе, когда я училась в колледже электронного приборостроения информатики, а я без ума любила информатику, мне нравились вот эти процессы, создание программ, всего, но я была в бухгалтерии. Вот. На третьем курсе, я была худой, длинноногой, как-то мне предложили, говорит, а пойдем в модельное агентство, попробуй что-то. Поработать, смотря, позаниматься, вот, я пошла в модельное агентство. Потом мне было лето, мне подружка предложила устроиться к ее, ну, к фирму папы, но она не сказала, что как бы я, ну, как, что мы, вот, скажем так, знакомы, да. В общем, я устроилась работать, первое, то это по уровню как бы модели, это фабрика Александрия была в Краснодаре, мы по всему югу ездили, в Москву на неделю высокая мода, то есть я работала профессиональной моделью, и первая в моей трудовой книжке именно как профессия актер-демонстратор была. Вот, второе, я устроилась как раз-таки вот подружкой, которая со мной ездила, тоже на модель, у нее папа, ну, там крутой был человек, фирма 081, по телефону позвонить, и можно узнать, где, какая фирма, сколько, что стоит, какая-то запчасть или какой-то товар, вот такая вот такая фирма была. Менеджером по рекламе. Соответственно, когда я начала работать менеджером по рекламе, составлять договора, мне было тогда 16 лет, я выглядела взрослее, и мне всегда давали 18, а я не имела права работать в этой компании. Вот, я познакомилась с диджеями, менеджерами, директором, забыла, как радио у нас называется, то есть как бы Краснодарство, ну, местное там самое, ой, не помню, как называется радио, ну, в общем, начала заключать для их компании договора. Вот, потом мне предложили еще параллельно работать на газету, им заключать на рекламу, у меня потрясающе шло на рекламу сделки, высокие, плюс на полиграфии, все, то есть в общем случае, я учась в колледже на третьем курсе, то есть заканчивала колледж, я имела 3,5, может быть, так, еще работы, и плюс еще успевала ходить на фитнес, потом вечером, ну, в общем, зарабатывала я как мама с папой. То есть вот так вот у меня активно прошла, вот моя жизнь была, и вот этот вот молодой человек, с кем мы жили в одном городке, да, ну, как-то начал за мной ухаживать, провожать на тренировке, в общем, как-то так, да, это Юрик мой. Вот, тогда мне было, скажем, 18 лет, нет, 17 лет мы с ним начали встречаться, когда мне исполнилось 18 лет, его, скажем так, на обучение, последний курс он заканчивал в Перми, доучивался. И я ждала год вот так вот, ой, ни на кого не смотрела, то есть у меня была настолько сильная любовь, мне никто не нужен был, я понимала, что вот просто вот эта вот любовь. Ну, и закончив третий курс, я стала бухгалтером, да, пошла работать бухгалтером, плюс я продолжала работать моделью, но иногда, если есть какие-то время, то есть где-то работала с немножечко заказом. То есть я решила стать бухгалтером, потому что я должна быть женой военнослужащего с опытом и стажем, вот, а может быть и не женой военнослужащего, в общем, почти вот год я ждала, и вот мне никто не нужен был. Кроме того, я хорошо занималась, у меня успешно шел именно в модельном бизнесе, меня везде приглашали, и самое удивительное, что такой вот момент тоже переломный, ничего, может быть, не бывает случайного. Получилась такая история, что к нам приехало очень известное агентство ЭЛИТ, делало пробу в Краснодаре, и трех девушек нас отобрали раз в полгода, в общем, в Москву, то есть международное агентство, да, и мне купили билет, все, то есть мы должны в субботу или воскресенье вылетать, вот, то есть это настолько был серьезный кастинг, отобрались там и сотни красивейших девушек, все, я была безумно рада, ура, я выиграл этот кастинг, и в четверг совершенно случайно, нежданно открывается дверь, и на порог заходит Юра, а он должен был быть в Перми, то есть он за каникулы, я не знаю, как-то он сорвался на два или три дня, вот, получается, четверг, пятница, суббота, да, или воскресенье, на четыре дня он сорвался, какие-то он там, не знаю, там, из училища сделал, в общем, он сделал мне сюрприз, девочки, у меня, я его так ждала, что вот просто, вот так вот, с головой, и все, я не поехала никуда, я забила на билеты, меня уволили с агентства, меня уволили с моей работы бухгалтера, потому что я просто завалила, я, отчет, я просто сказала, что все, я любина, я все, в этот, в субботу вместо поездки у меня была помолвка, и я сказала, что через месяц у нас свадьба, и пошли все вон, и я уезжаю туда, куда его по распределению родина пошлет, хоть на три буквы, ну, в принципе, с Краснодара так на три буквы были, послала меня в Сибирь, вот, там рядом где-то есть общежитие, которое, вот, ну, девочки, это самое страшное было, когда в общежитие мы зашли, мы только туда приехали, а мне тогда, за несколько дней, буквально 19 лет мне не исполнилось, когда я вот вышла замуж, да, вот, то есть вообще молодая, зеленая, такая дурная, и все, вот, любовь, мне больше ничего не надо было, вот, зашла в комнату, думаю, боже мой, все, броси все, карьеру, работу, связи, вот, и общежитие, обшарпанные, подранные обои, солдатская полуторка, кровать, я села, думаю, боже мой, куда я приехала, раз, смотрю по обоям, раз, пробежался таракан, два пробежался, где-то еще три, это был такой ужас для меня, я настолько брезглива в этом плане, это все в тараканах, в кишмя, муж, когда уходил в смену, когда он, ничего страшного, каждый день мышеловка срабатывала, мышеловка, чпок сломалась, мышь, думаю, ай, боже мой, я звучу с соседа, говорю, там мышь, выкиньте ее, это было что-то кошмарное. Зная вот это, обладая лидерскими качествами, я выбила квартиру, в которой мы до сих пор живем, да, нам просто нельзя покупать квартиру, якобы, да, мы уже купили квартиру дочке, да, родители оформили, вот, но это было что-то кошмарное, я выбила квартиру, я понимала, что я не могу просто находиться без дела, мне сказали, что невозможно устроиться на работу в войсковой части, везде, нигде, то есть там все только блатные, а я знакомилась со всеми подряд людьми, я устроилась в первый попавшийся магазин мебельный, хоть кем-то, я не могла сложа сидеть руки, меня вот харизма у меня просто била, вот, ну, через два месяца буквально проработав, в этом магазине у меня завели связи, и я нашла работу бухгалтера, как я мечтала в войсковой части, это просто, это вот круче, вот у нас вообще просто нет, это, это просто считалось все, а, да, из-за того, что, скажем так, работа военной, да, из-за того, что, как бы, мало по деньгам, а я привыкла одеваться не как все, я привыкла работать моделью, я занималась тем, что я сама создавала себе какие-то наряды, вот видите, смотрите, вот здесь я фотографию поставила, а кожаная юбка, жакет, френч и кожаные штаны, это я пошила сама, то есть это вот в 18-19 лет я могла вот делать вот так вот, потому что деньги были ограничены, а верят или нет, я не знаю, вот, верят или нет, ну, в общем, это как бы я шила, потому что мне надо было как-то реализовать, куда-то тратить свое творчество, которое мне надо было деть, вот. Так я устроилась в финслужбу дивизии, да, и там, конечно, был потрясающий коллектив, хороший, вот, мне он очень нравился, я очень быстро росла, вот именно там вот по карьерной, там всякие вот, я чего-то там, в общем, забыла, как они там называются, просто опрашиваю, ну, короче, вот, в общем, там все было успешно, я поджимала даже своего начальника, но начальник, начальница вряд ли оттуда бы ушла, ну, скажем так, было все прекрасно по карьере, потрясающий коллектив, все такие мамочки душевные, вот, ну, настолько вот родные все были. На верхней фотографии вы видите мою семью, это муж и родители моего супруга, это мои родители, ой, и папочка мой. Ладно, вот, так вот, а на нижней фотографии, я бы хотела сказать, вот, это январь, это 31 декабря, почему я поставила эту фотографию? Потому что, потому что вот эта вот девушка в голубых джинсиках, этот человек, кто меня пригласил в Арифлейн, она до этого за один день подписалась в Арифлейн, но не размещая ни одного человека, говорит, блин, ты же знаешь там, давай, давай, ну, это подруженцы, давай, мы подпишемся, все. Я такая, о-о-о, я переехала в 99-м году, в 2003-м начала, в 2002-м мои запасы косметики, которые я работала моделью, начали заканчиваться, а то, что я брала в магазинах, была сплошная подделка. Конечно, когда нам начали приносить каталог Арифлейн, я говорю, ой, да это все фигня, ой, да ладно, я там брендами пользуюсь, на самом деле у меня просто тупо не было денег, чтобы эту косметику покупать, а я это видела, у меня жаба душила, я полностью все шила себе, кстати, вот этот костюмчик, это тоже я шила себе, но я практически 80% гардероба, я сама себе шила, потому что денег просто тупо не было. Поэтому всем своим девчонкам я сделала предложение, девчата, давайте так, регистрация стоит 149 рублей, нас в коллективе 10 человек, давайте скидываться по десятке, подпишемся и будем брать по совместным закупкам. Я сама буду ездить в другой город, буду оплачивать, привозить заказы, но просто я хочу пользоваться по себе стоимость, нафига переплачивать. Вот так сработали мои организаторские способности, и год я была, скажем так, им продавала по себе стоимость. А, кстати, это платьишко тоже я шила сама на работе, вот, ну, это, а, где-то, я уже не помню, сейчас, да, ну, вот так. Вот, дальше пошло все, ага. Прошел год, естественно, где-то через только месяца, через 3-4 я только сделала заказ за 150 баллов. Это мой, Мариночка, иди в кровать, пожалуйста, ягодка, все, иди, иди, иди. Марина, все, все, иди, иди, вот, простите. Мой спонсор, мой спонсор, она так и не разместила ни одного заказа, она дала адрес пункта выдачи, ну, и все, и бросила рефлей. Я знала, что теоретически где-то у меня есть лидеры, которые, ну, просто по ветке они ко мне никак не относились, они 9-процентники, и они купили на эти деньги стиральную машину. 9-процентов, я считала, что это просто круто, нереально что-то такое, вообще просто что-то, не знаю. Ну, на 9-процентов я никогда точно не выйду, тем более он был замначальника ФСБ. Вот, вообще, крутяк, ема, 9-процентов. Но они никогда не общались, они высокомерно всегда проходили, мы с ними изредка только здоровались. Вот, как-то вечером мне идет звонок, ну, не вечером, часиков в 5. Ирина Пасюк, да, здравствуйте, вот, меня зовут Валентина Константиновна Росторопова, вот, посмотрите, женщина внизу, вот, сидит. Я ваш ваш стоящий лидер, директор, и вот золотой директор Евгения Росторопова из Новосибирска. Мы приехали к вашим лидерам, 9-процентникам, но заранее, там, за месяц прозванивали, но они никого не пригласили. Вот, если в течение 10 минут вы к нам подойдете, то тогда мы с вами увидимся и пообщаемся. Конечно, ну, что же, как, я быстро, вот, 10 минут, там, в соседний дом примчалась и, наверное, час засыпала вопросами, что да как и все. Тогда они мне нарисовали кружочки, рассказали, что можно что-то тут делать, все будет, ну, вот, там, сетевой маркетинг, я ничего не поняла, но что-то типа это круто. Вот, ну, так и получилось, что, так, я пробовала рекрутировать, у меня никто, никто не соглашался. Почему не соглашались? Потому что надо было ехать в другой город, в частной электричке, плюс, ну, где-то полтора-два часа в другой город, отнести деньги на предоплату, и, когда мы забирали заказы из, грубо говоря, 80% отсутствующих, то есть на 3 тысячи собрали заказ, на тысячу, на, там, на 500 рублей пришел, а мне опять отпроситься нужно в будний день с работы, поехать забрать заказ. Конечно, таких сумасшедших не было, поэтому с 6% уровня я открыла офис, девочки, с 6% уровня. Было очень сложно, заказы привозили ночью, мне приходилось самой на санках таскать коробки, когда мой муж в сменах был, а тогда я была немножечко вот такая, потому что у меня там 10 сантиметров шпилька, ниже у меня просто вообще ничего не было, да. Представляете, такую дуру, ночью, 20-ти градусный мороз на санках, на шпильках, тащит коробки от шиза. Вот я вообще себя смотрю со стороны, как это смотрелось, смешно, наверное. Но вот, понимаете, во мне что-то вот такое лидерское было, мне по барабану все, тараканы, что мухи, там еще что-то. Если у меня есть что-то, я себе надумала, значит, это будет. Вот так вот мы отмечаем открытие офиса, точнее, я начала снимать на час аренду и выдавать заказы в офисе. Это первые наши мероприятия, это первые вот какие команды. И Расторопова Евгения Валентина Константиновна, они приезжали где-то раз в полгода, да, и что-то рассказывали по продукции, какие-то читали лекции, да. Ну вот, вот как бы так, они мне делали за дел. Ну, что сказать, на основной работе бухгалтера мне было скучно. Почему? Потому что я очень быстро выполняла всю работу, примерно за два дня, а все остальные 28 дней я научилась вышивать крестиком, девочки. И был у нас потрясающий такой близкий. Коллектив, мы пили чай, все там я научилась рукоделем, вот это мои шедевры, да, то есть, вот, хобби развивалось. Ну, было скукотища, кошмар. И на работе, в принципе, вот он товарооборот, вот и все, больше меня знакомых нет. На этом и закончилось. Но из-за того, что я очень была креативным лидером, менеджером, на меня обращали внимание начальство, и мне пригласили на повышение стать военным финансистом. То есть, это круто, в принципе, это моя работа, это стихи, замначальника финансового, короче, как, короче, финалика дивизии. Ну, в общем, это круто, да. Пойти туда, хорошая карьера, все, естественно, я согласилась. Мне пообещали, что форму никогда, как я сказала, жабью шкурку в жизни не одену. Вот, и я туда пошла. Но вот был такой шикарный коллектив, и когда я попала туда чуть выше, вот, понимаете, вот это просто ужас. Это было настолько вот до и после завистливые, шипокляки такие, господи. Буквально через неделю они мне задали вопрос, когда, типа, чай с утра. Они говорят, а, ну вот, вы знаете, вот, чтобы попасть на такую должность, нужно лишь, чтобы у вас муж занимал высокий пост, то есть, был крутым начальником, либо ножки раздвинул. У меня дар речи пропал просто. Я посмотрела на них, сказала, ну, я теперь понимаю, как вас всех тут набрали. После этого у нас началась война. То есть, когда я сказала, как вас тут на всех набрали, интриги, пошлось постоянно какие-то вот начальства, все, я не могла, все. Вот, вот, какой-то вот примерно девушка, как будто там развращенка, тем более начальство обращала на меня внимание, приходили. Тут же все там с галстучками, там все вот такие препарати на душу надо этим не пользовались. Да, господи, у меня такой муж красивый, нафига мне вот эти вот на эти старые стартеры нужны, господи. Я не могла, но мне было очень сложно, и я поняла, что я стала читать книжки по сетевому маркетингу. Кроме того, у нас уже, скажем так, мы жили 5 лет, у нас не было детей, вот, и, конечно же, я мечтала, чтобы у меня были детишки. Вот, и как-то мне приснился такой сон. А комната такая, вот, знаете, вот в комнате, все, смотрю, передо мной монашка. Вот, я что-то ей говорю, вот, дети мне нужны, вот, все уже, ну, вот, все, вот, 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 мне нужны дети. Она говорит, нет, Арифлейм. Я говорю, да никакой там Арифлейм, вот, не хочу работать бухгалтером, я хочу, мне нужны дети. Она говорит, да, опять на Арифлейм что-то мне. Я говорю, ну, зачем оно мне надо, ну, там, сколько тише, что такое. И вот дальше она мне открывает штору, и передо мной стоит иконостас. Вот весь вот так вот в иконах полностью, да. Я смотрю, думаю, ой, ё-моё, а мы как молиться-то, Господи? Вот я отчина, что если вспомню, это хорошо. И вот что-то начала молиться, оттуда пошла настолько сильнейшая энергия, пошла она в живот. Девочки, прям аж мурашки, аж всю пробило. Я просыпаюсь, аж меня аж типает. Вот так вот, Господи, в живот, наверное, скоро забери меня, классно. Посмотрела внизу, а у меня вот как на живот шёл луч, и как на поп, вот как шёл луч от меня от икон, всё в родимых пятнах, просто росы, всё. И что это значит, фиг его знает. Вот как бы так, но беременеть я не забеременела. Чё вот Арифлейм мне это, думаю, может быть мне как-то с Арифлейм, что-то какой-то знак мне какой-то свыше, чтобы я именно Арифлеймом занималась. Ладно, так и быть, меня спонсоры уговаривали поехать на какое-то мероприятие в Мамосибирск. Ой, думаю, Господи, сколько они меня уламывали, наверное, я поеду. А там я была на уровне, вот вышла на 12%, ладно, думаю, поеду. И это вот Валентина Константиновна с Женей, да, они пригласили меня в офис, рассказали карьеру, всё. Плюс у нас потрясающе было для менеджеров, вот на таком теплоходе полностью арендовали теплоход, и у нас было обучение. Девочки, у меня вот так глаза открылись, думаю, это моё, как начала у этих всяких бабулек, старушкулик, всяких спрашивать, что они делают, как они разбираются в косметике, в декоре, они вообще ничего не понимают, и в лидерсе, и вообще ничего. Думаю, Господи, и это директора, ё-моё, это директора, да я, блин, да я таким потенциалом красотка сделаю круче. Всё, я поняла, что Арифлэйм – это действительно моё. Март, понятно, менеджер 12%, летом у меня пошёл небольшой спад, в октябре я сразу вышла на 15% и на 18%. Простите, иди в кровать, в кровать, в кровать, в кровать иди, иди, иди. Девочки, мне нужна швабра, я боюсь, я боюсь, что там у меня творилось. Страшно, девочки, мне заходить в свою комнату, если ребёнку нужна была швабра. В последний раз, когда она это попросила, она рассыпала, оторвалась игрушка, где внутри тальк. И она рассыпалась на палас, и вместо того, чтобы мне сказать, мама, иди там что-то, она вылила туда стакан воды и вот так забила, трамбовала шваброй. Она говорит, у нас вот такое пятно белое не отмывает. Ой, папа ещё не видит, господи, я боюсь, сейчас мама швабра зажила. Ладно, я справлюсь с этим. Вот. В общем, что было дальше, дальше. Ой, что же я хотела? Марина, что ты натворила? Быстро в кровать. Ой. Лучше мне туда не заходить. Ладно. В общем, как бы так. Я понимала, что у меня карьера всё-таки будет связана с Арифлеймом. Вот. И, знаете, такой переломный момент, когда я вышла на 15-18%, у нас был новогодний бал. И вот такую сказку, которую уровень мне показала Арифлейм, я чуть с ума не сослала от того. Во-первых, это было в стиле, сказали, 19-18 века. То есть нужно бальные платья сделать и всё. Ну, естественно, так как я могла шить, я себе пошила сразу плачешко. Вот. Нас встречали вот такой швейцарой. Кухня была потрясающая. Тут ты сделали какие-то леденцы тебе, тут же про тебе. Все были дамы. Пригласили иностранцев каких-то. То есть это, я даже не знаю, с Европы какие-то гости. Там был Йохан Розенберг. Он был тогда главный, вот как Магнус Брэнсом. Ну, по России, регион, это было что-то нереальное. Вот. Это просто сказка. Это настолько была сказка. Сделала компания. Кстати, Новый год никогда такого уровня банкета не было. Новый год. Там мы и в ручейки играли. И показывали там веером, как надо махать, чтобы завлекать там мужчину. Либо сказать что-то ему там. Вот. В общем, отдельный знак разучивали. На втором этаже вам могли там гадалка погадать, что у вас будет. Шикарно. Я уже не говорю, каждые пять минут традиционно, вот как бы тех времен приносили блюда. Меняли, меняли. Ну, то есть это делали бал такого уровня. Вот просто королевский бал 19 века. Вот. Это вы видите Наталья Гришаева, такая вот красотка была. Это наш был Асм. Ну, вот после этого я поняла, что это было перед Новым годом. Я пришла к начальнику и сказала, вы знаете, я увольняюсь. Да, пускай я буду военнослужащей, это там карьера и так далее, военный финансист, я увольняюсь. А когда я сказала коллективу всему, и мы на 31-е праздновали Новый год, я одновременно выливалась. То есть я проставляла, что я увольняюсь от вас. Все, короче, сказали, это шутка, это там развод какой-то, куда ты пойдешь, это самое крутое место вообще в девизе. Ну, вообще здесь вообще по определению. Но я уволилась. Знаете, прошло очень много лет, и они видят фотографии в одноклассниках, но они до сих пор спрашивают, Ира, а где ты работаешь, на какую работу ты устроилась? Они не верят, что в Арифлейм можно зарабатывать. Они до сих пор считают меня идиоткой. Еще вот такой момент из службы. Мне мой начальник помог, Разводовский Сергей Алексеевич, начальник службы дивизии. Он, когда подходил, на меня очень сильно жаловались, иди, иди, Марина. Мариночка, пожалуйста, иди. На меня очень сильно жаловались мои коллеги, что я в свое рабочее время читаю книги по сетевому маркетингу. У меня там их целая полка. И когда Сергей Алексеевич пришел ко мне, я в очередной раз вот так сижу, болтики и гаечки MLM, читаю, он на меня взглянул и говорит, Ира, чем ты занимаешься в свое рабочее время? Я говорю, Сергей Алексеевич, у меня есть два варианта. Первый вариант – пойти чаи, а не, три варианта. Первый вариант – пойти чаи, гонять с моим коллективом, которые там каждый у них, каждый час чаи пить. Второй вариант – создавать видимость работы и тупо играть в игрушки, в зуму, там еще в пастьянцы, кроссворды. И третий вариант – просто читать книги по развитию лидерства. Я не романы читаю, я по развитию лидерства читаю. Сергей Алексеевич, что мне нужно делать? Скажите мне. Либо, если есть работа, конечно, я сделаю, но я быстро делаю, выполняю свою работу, поэтому у меня есть свободное время. Он говорит, Ира, слышишь, читай книги, не слушай этих кошелок. Если тебе что-то хоть скажут, скажи мне сразу. И он им сказал замечание, чтобы меня не трогали. То есть я считала, как белая ворона. Я сидела, книжки читала, и все вокруг на меня шипели. То есть вот гадюшник такой попал, это просто был кошмар, да? Ну, по сравнению с тем коллективом. Соответственно, как бы я потом уволилась. Марина, тебе не надо лекарства. Ты уже выпила, иди в кровать. Я тебя накажу. Иди сюда, быстро. Простите. Вот. У меня были большие заказы. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот. У меня были большие заказы. Вот это вы видите, все вот коробки я собирала все и выдавала дома. Был офис. А здесь вы можете увидеть одно из первых мероприятий, на которых наконец-таки пришла Светлана Волокова-Светочка. Вот, видите, какая она была страняшка, красивая, красотулька. Вот. Что-то ее тогда зацепило, и она очень много, долго отказывалась, отказывалась. И после одного из мероприятий она стала активно работать в Арифлейне. Ну, вот директор, лидер мой. Моя правая рука, моя крестная. Да, мы живем в одном подъезде. С ней историю вы уже знаете. Так мы проводили конкурсы Мисс Сибирский участникам. Да, у нас такая активная, хорошая команда начала сформироваться. Вот. Это вот у нас фотографии, вот тоже все больше и больше команд. То есть мероприятия у нас все проходило такие вот большие, именно в городке. Вот здесь вот моя команда и закрытие уровня Аквальскад-директора. Отказывалась? Она отказывалась, наверное, полтора или два года. Она не ходила ни на мероприятия. И уже, когда уже в десятый раз я пригласила ей прийти на какое-то мероприятие, да, вот на мое, она вот из вежливости, думаю, ну ладно. А, я думал, АСМ, там, по-моему, должен был приехать, ну, который работает с регионом. Вот. И что-то там, какие-то новости. Вот. Ну, она и поехала. Ну, вот что-то ее зацепило, наверное, она поверила, и потом уже стала уже приходить на все, и мы начали активно развиваться. Вот. Увольнение, как мое. Девочки, когда он узнал, что я начала заниматься Арифлеймом, в начале, наверное, первые полгода были, выкидывал каталоги в форточку. Что он только не делал. Он полностью, у нас доходило до развода, вообще, я спала на кухне, даже на диване, все, и у нас, вот я говорю, настолько, я говорю, я буду, что тебе мешает, говорю, как. Я говорю, он настолько был против Арифлеймом. И потом мы с ним договорились так, что где-то через полгода этой войны я сказала, что вот у меня есть, я говорю, я буду заниматься, я говорю, вот буду и все. Я говорю, тебе-то что, говорю, ты что ли меня снабжаешь? Я говорю, давай договоримся так. Все деньги, которые, эти копейки, которые неактуальны, и это дебилизм, да, это лохотрон, это сетевой маркетинг, это секта, да, если я буду какие-то копейки получать, я буду тратить только на себя. Давай договоримся. Скажем так, ну и грубо говоря, ты не будешь меня спрашивать, что, как я занимаюсь, а я не буду, то есть из семьи вообще ни копейки, ни на шмотки, тряпки, на косметику брать, да. Вот, и второе условие, когда ты дома, до развода, а когда ты дома, я заниматься рефлэмом не буду, то есть как-то только через порог я закрываю все, да. Вот, ну и, конечно, он видел отношения коллектива, да, со стороны, как меня вот это все угнетало, да, когда я в слезах, так, мне на смерть делали, там, булавки мне вставляли, ну, да вообще, там, да вообще идиотки, просто идиотки там были. Вот, и переломный момент был, когда мы пошли в магазин, вот, и мы просто погуляли в Эльдорадо, там технику смотрели, я говорю, ой, смотри, какой классный телевизор, там первые пошли, плоские телевизоры, там, какая стереосистема, домашний кинотеатр только пошли. О, классно, классно. Ты бы хотел, ну да, прикольно, все, ну да, пойдем. Я говорю, пошли, подожди, пойдем, покупаем. Я говорю, в смысле, как покупаем? А я 15-18 закрыла проценты, соответственно, у меня скидка там собралась, все хорошее, плюс накопилось денежки. Я говорю, пойдем, покупаем. Говорю, в смысле, как покупаем? Я говорю, ничего, покупаем, давай, там, сколько это стоило, там, в районе, там, 20 тысяч или больше. У него был шок. Он говорит, а что, у тебя еще есть деньги больше? Я говорю, ну, конечно, больше. Он говорит, сколько? Ну, я думаю, в районе сотни накопилось. Он говорит, какой сотни? У него просто дар речи отпал, и он понял, что это серьезный бизнес, это серьезные деньги, и что я на шмотки все и на косметику просрать такие деньги просто физически не смогу. И так мы начали уже, потом дальше машину я ему там докладывала, одну, вторую, потом мы купили один джип, потом еще там машинку, потом сейчас у нас Лексус. Вот. Так что вот такие вот моменты. Вот. Дальше. Девочки, вы смотрите, как вот по физическому состоянию, да, у меня история очень длинная, наверное, я еще полчаса буду рассказывать, потом смотрите, да, как. Вот. Ну, просто я этими моментами, да, наверное, с вами не делилась, и мало кто знает, вот просто хочется сегодня с вами вот так вот. Кому интересно, продолжаем? Вот. Что дальше? Банкет директоров. Я понимаю, что уровень развития моего, у меня спонсоров нету рядом, спонсоры есть, которые раз в полгода приезжают на два часа, чтобы поздравить, рассказать что-то моментов, все, да, было очень сложно. У меня было тысячу вопросов. Книжки по сетевому маркетингу не отдавали практическую, что нужно делать в практике, да, то есть я понимала, что мне чего-то не хватает, вот реально не хватает ни лидерства, ни знаний. Я была ужаснейшим спикером. Я хорошо считала, но я плохо выступала, там два слова связать не могла. Света, вот стыд-позор говорит тебе, вот когда я выступала первая, говорит, это просто вот так кошмар, еще преподавателю слушать, какой я бред несла, но мне очень хотелось. Когда я поехала на банкет директоров, я поехала на неделю, я сказала мужу, меня не будет неделю, мне нужно учиться. Я поехала в офис, смотрю, о, смотрите, вот этих вот людей, вот где-то я видела в журнале, точно надо к ним подойти и спросить, какое вообще здесь расписание. Я подошла, это была Нина Кулыгина и Бронислав Храпкин. Рассказала им вот так вот, что работают без спонсора, ну, теоретически есть, а вот, ну, как бы так вот, мне все надо, что здесь обучение, все. Мы похохотали, поржали. Она говорит, а, вон, вот мальчик тебе подойдет, вот он тебе все расскажет, подскажет. Ну, позвали вот этого мальчика, оказалось, это ее сын, да, это Ромка, Ромик. Вот, он мне рассказал, какие сильно, целую, всю неделю я проходила все занятия, все их структуры, то есть полностью лидерское обучение. У меня вот такие глаза были, я вообще, думаю, чего я не знаю, господи, это все как здорово, столько интересного. Вот, дальше перед банкетом директоров у нас Илья Перфилев собирал нас на, скажем так, на обучение, да, за два часа, потом перерыв там пять часов или четыре часа, и потом банкет. Ну, так как было у меня миллион вопросов, я одела вечернее платьишко, и сверху, вот видите, может быть, одела пиджак, думаю, все, я, следующий я поеду на банкету. Ну, Илью Перфилева, я, вот пока все вопросы не задам, да, я не уйду. У меня был блокнот, где было все исписано, поэтому все, что собрание у нас было, состояло на 90% из моих вопросов-ответов. А что это, а как система работы с молодежью, а как это делать, а как вот это делать, а как вот эту презентацию, а как здесь все на меня поворачиваются. А вот видите, девушка вот сидит, Иринка, она говорит, ой, боже мой, бедная девочка, кто же у тебя спонсор-то такой, стоит и позор своего спонсору. Ой-ой-ой, она такая общительная болтушка, ой-ой-ой, Иринка. Потом мы, когда осталось пять человек, мы с ней вместе сели, болтали, и вообще на самом деле так классно мы с ней сдружились. А после банкета она мне позвонила и говорит, Ира, помнишь, вот я вот такая, Ирина, помнишь, меня мы с тобой сидели, знаешь, вот мне так стыдно, мне так стыдно. Я думала, какой у тебя плохой спонсор, а ты знаешь, что это я твой вышестоящий спонсор. Прости меня, когда я спросила Илью Перфилева, что это за девочка такая, он говорит, я выяснил, что это за девочка, отмотивировал ее по полной и сказал, это твой лидер. То есть, получается, идет она, ну, как она, старший золотой директор, потом Расторопова и потом я. Но она в Екатеринбурге, ну, вот так вот земля, мир тесен, да. Вот, ну, вот, в общем, вот так, да, вплоть до банкета я мучила Илью с вопросами. Исполнительный директор, ах, все, вот вы видите, да, ковровая дорожка. Девочки, банкет директоров, это что-то, это просто вот рай. Это, вот, я не знаю, это что-то такое, это гламур. Это, ой, да нет, они писать нельзя. Вот здесь вот, видите, у меня бешеные глаза. Бак, ну, смотри, я с ним фотографируюсь, я его зарубежу. Вот, примерно так. Это, вы знаете, может, это Наталья Гришаева, это Игель, Наташа. Ну, это было что-то такое, у меня такие вот глаза, я на весь банкет так уходила. Вот, это же, посмотрите, это же там Канашин, а я с ним фотографировалась. То есть, вообще, это было истерически, да. Вот, это был банкет, это, конечно, незабываемое вообще что-то. Это нечто, это что-то было просто нечто. Я поняла, что Арифлэм – это мастерически. Да, дальше было очень интересно. Ой, ну, кстати, наслоилась, да, вот здесь фотография. А я, ну, не может здесь работать формат. Я вам расскажу про одну вот тоже момент, который не все знают. Вот Наталья Гришаева, да, я ее просто боготворил. Ну, и вот это у нас был семинар в Берелле. Такой момент интересный. Когда прошло с утра до вечера, у нас было обучение. И вечером, когда у нас там дискотека была, что-то такое, там до 11 часов Наташа ко мне подошла и говорит, Ирочка, я себя так плохо чувствую, но я тебя прошу, всех, кто был на этой дискотечке, всех, кто был, собирай всех у беседок. Мы будем говорить о жизни за жизнью. Я говорю, Наташа, ну, у тебя же температура, что-то так... Говорит, Ира, нам, лидерам, нужно то было обучение, то танцульки, а сейчас мы должны пообщаться коллективом, познакомиться. Именно сейчас идет команда образования, именно сейчас вы должны открыться. Она до 4 утра сидела с нами. Вот именно тогда я поняла, кто такой она... Тогда была старшим астмом, да. Она отрабанила целый день на лекциях, нам рассказывала, потом эти танцульки, и потом с температуры, она до 4 утра, пока последний лидер не разошелся, сидела и сплачивала вот так вот коллектив, знакомила всех вот прям вот так вот. Ну, понимаете, вот лидер, да, и когда она стала сначала руководителем, а потом полностью Сибири, Дальний Восток полностью региональным менеджером, астмом, то есть вот это ее должность. Это вот такая Наташа, это благодаря ей я стала тем, кто я есть. Она такой лидер просто. Ах. Вот. А, ну да, у меня просто слайд, это я тот ремикс, ну, в общем, вот так, да, здесь что было, вот такие вот все мы, там у нас мы еще, у нас рафтинг был с переворотом горной речки, ну, было все супер, классно. Вот. А вот здесь вот прикол. Если мужчина в Арифлейм, до и после, вот такая вот тематика, я, причем инициатором была, я говорю, ой, сколько мальчишек, все фотографируются, я говорю, а слабо на бис, говорю, топли сделать, и тут бац, они, да, почему не слабо, все, короче, мужики, ну, это мужья, это мужья наших лидеров. Тут же раздеваются все, женщина, ох, там фотографии, все начали фотографировать, это как бы стриптиз мы устроили, а в интернет мы выкладывать не можем, но так вот похохотать, да, как бы так память, что у нас мужики есть. Вот. Вот. Дальше было круче. Когда позвонила Ирина, вот эта Ирина сказала, что я твой директор и спонсор, она говорит, Ира, Ирочка, прости меня, пожалуйста, а поедешь ли ты со мной спутником на Канарские острова? Я такая, да, ты что, а поэтому я бегаю домой, до этого я уже рассказывала, мне за месяц до этого приснился сон, а я очень суверенный человек, сон был о каком-то райском острове, где-то как-то, о путешествиях так, что я просто как зомби встала, пошла оформлять загранпаспорт. Я знаю, что если бы узнал меня муж, он просто бы меня чпокнул, наверное, да, он меня прибил, какое там загранпаспорт, тем более он меня, ух, он меня, чтобы одну куда-то отпустил, не знаю, думаю, по секрету сделал, а там будь что будет. Когда она мне скажет, Ира, нужно срочно, через 2 часа данные, я прибегаю домой, у меня бежит бланк заявления, что придите, получите загранпаспорт, дома муж. Он говорит, что это за бланк, начинает у меня вот так трясти, я его хватаю молча и убегаю. Просто думаю, боже мой, у меня есть хотя бы час, чтобы он немножко там поразбивал, я не знаю, что он там поразбивал половину там, не знаю, чего мебели. Вот, в общем, я прихожу, говорю, ты знаешь, я загранпаспорт оформила вот случайно, вот так-то, и в общем, я еду на Канары. Был пипец, что дома, он орал, что-то бил, психи. Я просто открываю энциклопедию, ищу, блин, где же эти Канары, я же вообще не знаю, где эти Канары, Канары, открываю, где эти Канары, скидываю, он орёт, всё бьётся, кошмар. Я говорю, он говорит, всё, я на развод подаю, хорошо. Я уеду, всё, выйдешь, хорошо, всё, я еду на Канары, всё. То есть, в принципе, он разорвался, оборвался, ну, я поехала на Канары. Всё, вот так вот я поехала. Но что было дома, что было разгрома, ну, не знаю, что он понял, что просто-напросто я подаю реально на развод, мне по барабану, я его не слышала, ну, вот так вот на Канары. Конечно, планка закрывала, зашкаливала, что там было. Вот, когда я поехала и взяла с собой книгу, я уже рассказывала там лидеров компании Reflame, и подписав все, буквально там всех лидеров, да, я подошла к основателю компании Роберту, ой, всё, в общем, короче, основателю компании, вот, и попросила подписать книгу. Он не только подписал, он взял меня за руку, да, и на английском языке я что-то там говорил, что вот, вы знаете, я вот вижу, что вы не случайно попали в ВИП-зону, а там отдельная у нас история, значит, вы не просто так, желаю вам успехов. Что-то говорил, 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 я половину-то не понимала, но настолько он как по-отцовски говорил, как держал. Ну, вы знаете, вот, уже зная, сколько я работаю с людьми и вот с лидерами, там ещё вот там сколько вот это всё вот в бизнес, да, как на рекламе завязано, я видел искренность и вот благонарность. Я не понимала, за что он меня благодарит-то, он на меня смотрит, вот, и благодарность, и прямо вот рассказывает, насколько он мне благодарит. Чего мне благодарить-то? Тут вообще сколько лидеров, я вообще лох, какой-то директор, тут золотые директора. Золотые директора, кто закрыл новый уровень в этом году? Встаньте, пожалуйста, там, две трети поднять, молодец, посадитесь, да, вот, примерно как трёхпроцентники. А я лох, а он меня благодарил. У меня было шоковое состояние, конечно. Вот, я потом только поняла, да, читая книгу лидеров компании Reflame, вот прошло сколько там, сколько уже лет, да, только так потом поняла, что как именно, почему он так благодарил. Потом я вам расскажу, да. И я сразу вспомнила своё начальство, свою финслужбу грёбанную, когда я оттуда уходила и когда меня люди, вот, ну, вообще неблагодарны. Сколько ты там положил труда и здесь. То есть вот здесь вот я поняла, что я расшибусь, но я не только буду расти по карьере, но я стану топ-лидером компании Reflame. И прежде всего я стану топ-15 филиала. Вот тогда я поняла, в VIP-зоне бы девочки топ-15 мира тогда я посидела за счёт перфиля, вот, да, они провели нас с Иринкой. Вот, у неё Ирина день рождения был, и вот она, ну, как скажем так, я подумала, что у Ирины день рождения, и за счёт этого мы попали. А оказывается, только вот в прошлом году, когда мы были на банкете, когда я спросила с Ольгой Корнеевой, там рассказала случай, почему, вот, как мы попали, всё, она говорит, Ира, да при чём что у Ирины? Ну да, я знала, что у Ирины день рождения. Просто насколько ты там засыпала вопросами, насколько потом ты меня до банкета доливала, я понял, что ты будущий лидер, да, и, как бы, я решил вас взять в VIP-зону там, ну, как-то у нас было свободное место. То есть я во всех историях писала, что благодаря Ире я попала на VIP-зону, там сидела, и когда вот Ольга со мной была Корнеева, Ольга не даст собрать, то есть она это слышала, я, честно говоря, была в шоке, да, я думала, что это Олечка, ну, что вот Ира моя, да, спутник, да, меня провела. Вот, какие ещё уникальные такие факты, которые я не рассказывала? А вот, смотрите, Света Волкова, да, вот, ну, правда, она закрывает всё время глаза, она выиграла «Деньги мира», то есть розыгрыш был на BMW, мероприятие такое классное, и вот она выиграла книгу «Деньги мира», вот, её подписала Валентина Акопиан, это круто, она одна выиграла, только не просто запоминаешься. У нас была активная дружная команда, мы встречались постоянно на мероприятиях, вот у нас и шашлыки, и всё-всё-всё-всё было, вот это всё классно. И мы сделали, со Светой и Светиной командой, мы сделали самые лучшие показатели по филиалу, то есть нас постоянно сказали, что по количеству консультантов вы самые крутые, по среднему заказу самые крутые, по рекрутам, и всё-всё-всё, мы всё время были на первых местах, да. Любочка смеётся, ну вот, может быть. Вот, дальше какое событие было, первое, это, знаю, вот, познакомилась я со всеми лидерами, да, ещё в Москве, когда тусовалась на неделе, да, вот я подружилась тогда с Маргаритой Полежаевой, с, ну, это дочь Танилы Полежаевой, вот, она мне попросила, говорит, Ира, напиши свою историю. Я свою историю написала первую в книге, да, для меня это было свяжение, там, историю в книге сразу написать, большим тиражом разошлась. Потом у нас, вы знаете историю, да, как я нашла Лену и Лёшу Сокур, на уровне 12% они нашли деньги для того, чтобы поехать на мероприятие, заплатить, там, в районе 10 тысяч школа актива была, порядка 7 тысяч, нашли порядка 5 тысяч на билет на самолёт, 12%, что сильные молодцы лидеры. Вот так вот я познакомилась, а потом после школы актива я ещё неделю жила у них в Архангельске, мы работали с их структурой. Вот, вы видели, какие топовые лидеры выступали, конечно, было супер мероприятие, просто вау. Севрус, Севрук, тогда мы познакомились с ним. Вот, это первые люди, которые автографы, ну, скажем так, это было для меня очень, как бы, такое, что я бегала у всех, подписывала книги, меня прошибло чуть ли не до слёз, когда ко мне подошли и попросили автограф у меня. Для меня это было на этой книге, да, это у меня было достижение, да, как так. Это я бегала за всеми, как угорелая, да, чтобы какое-то там предложение спросить. Дальше Нина Кулыгина, с которой мы познакомились, топовые лидеры компании, она мне предложила, зная всё моё вот эту вот харизму, она предложила поехать со мной в Китай, ну, скажем так, это была конференция лидеров, вот, скажем так, всеобщих. И вот тут такая тоже уникальная история, конечно, там неделя, это было просто потрясающе, интересно, там я была и спикером, всё, но вот какой-то такой момент, опять же-таки суеверие, почему-то сейчас вспомнилось. У нас порядка уже, ну, получается, 10 лет не было детей, позолочная конференция, да, и вот на одном, и здесь нету фотографии, был какой-то храм семи гармонии, нужно было подняться порядка вот так по ступенькам на 15 этажей, там вот что-то там я не заоткрывалась, ну, в общем, такой храм, да. Вот, а перед ним было три таблички, там дын-дын-дын, и нужно написать было что-то. А так получилось, что именно в этот день у меня с мужем была годовщина свадьбы, это было 25 апреля, ой, 23-й, 23 апреля было, я просто там, я не знаю, ну, что-то видят, что-то пишут, записывают, я подошла, маркер беру, подошла к доске, которая мне нравится, и там чук-чук-чук написала, я говорю, Юрочка, я тебя очень люблю, жалко, что мы сейчас не этим, но ровно через год у нас с тобой родится ребёнок. Сердечко, всё-всё. Ко мне подбедает гид, китаянка, говорит, боже мой, что вы написали, что вы там написали, я говорю, в смысле что? Говорит, а вы знаете, куда вы написали? Я говорю, нет, не знаю. Говорит, ну, вот это вот, что было в прошлом, что там мы пишем, там что-то было, что это в настоящем, а это что-то в будущем, а что вы написали? Я такая, ну, вот так вот, в общем. В общем, ровно через год, у меня 25 апреля родилась дочка, вот, хотя мне должны были кесаревы делать 23 апреля, ровно вот такое, поэтому я говорю, я очень суеверная, поэтому вот, ну, вот такое вот, не всем рассказывала такое вот, такие вот моменты. Ну, Рим, это очередной вау, я знаю, куда, что сходить, и всё, Катя и Дорезова, ух, я тебе расскажу, что тебе надо, куда пойти, куда купить, и делегирую, что тебе куда сходить надо, просто туда я не пойду, чтобы не тратить время. Ай, боже мой, это всё, это было вообще, это просто обалдеть. Рим, это, я потом ещё, наверное, два года спала и видела этот Рим. Я не знала тогда, когда я на шпильках носилась по Риму, я была уже беременна, у меня месяц был срок беременности, если бы я знала, мы два ЭКОИКСИ сделали, вообще просто, там столько угроз было здоровья, потом я бросила. Вот, а мою историю о Веллнес, вы уже знаете, что я забеременела, и что по статистике, там, ну, человек, наверное, 50 уже отписалось на сайте, что тоже сблагодаривала нас за беременность. Тут, кстати, я тоже уже беременная, никто об этом не знает, у меня животик подпирает, я уже не влажусь в платьишки. Мне было тогда по барабану, там на основном мероприятии, Мисс Сибирске, я такая счастливая была, я ходила со Светой. Света, молодец, организатор, вообще, конечно, они настолько, вот сейчас масштабные мероприятия такие устраивают, вот, ну, командой, просто вау. Но тогда я была сказала, ой-ой-ой, мне ни до чего, не до рефлейма, у меня ребенок будет, все, понимаете, я вот все ушла, и у меня токсикоз был, я там бегала, боялась вообще, что не обкрыгаюсь куда-то. Но я столько выделила в моем мероприятии, и это было мое последнее мероприятие на много-много времени, потому что дальше у меня был пластом, я лежала, никуда не ходила. Да, многим-многим-многим помог. В Велносе в нашей команде есть человек, а дальше у меня появилась звездочка. Звездочка, вы ее все знаете, Катюшка. Это в период, когда я там в беременности была, все, я очень вот прошу ее большое прощение, ее, ее команде, да, до уровня на 12%, я вообще сама, сама. Посмотрев с моей первой, там я что-то накидаю, накидаю, все, я беременна, ой, я беременна, ой, я беременна. Опять что-то задает вопрос, выйду, открою, там, я беременна, ой, я беременна, все, у меня, все, я книжки читала, вязала платьюшки, то есть я вот такая вот была мамаша, все, в 7 месяцев меня переклинило, все, я наигралась быть беременной, я хочу работать. Дурная, понимаете, вот некоторые вот в 7 месяцев уходят декретные, а я ушла с декретного в 7 месяцев, наоборот, пошла работать. Я уже наигралась полгода в это беременность, мне надоело быть беременной, потому что все, я перечитала все, мне было неинтересно. В общем, вплоть до роддома я была там, я тогда понимала, тогда зародилась группа скорного роста, ГУР, был первый вариант, и это была Наталья Мастюгина, Ирина Бажина, Ирина Бажина, по-моему, тоже, Наташа Мастюгина, это первый мой испытатель ГУР, на который я поняла, что нужна система, чтобы мне передать, потому что, когда я же рожу ребенка, точно не менять будет. Я перед Катей виновата, что я просто-напросто такой лидер, то молилась и сказала, где бы такой лидер, а он сам самородок такой попался, который все сам схватывает на лиду и все делает. Боже мой, таких вот лидеров только вот вообще там искать. Вот. Это первый раз мы увидели с ней на мероприятии, когда она открыла квалификацию директора. Только тогда мы в первый раз с ней вживую увиделись. Вот. Это вот как раз мы со Светиком были на мероприятии. Как бы здесь вот Катя Летуча тоже лидер, сейчас как бы не работает, но менеджер тоже, ну, как бы тоже увиделись. Это было приятно, что люди онлайн, мы с ними столько знакомы, да, вот в интернете. Даже уникальные факты тоже никто не тех знает. Я понимала, что когда я открыла квалификацию там вот старшего золотого директора, сразу три директорских структуры у меня одновременно открылись, практически в один каталог, я понимала, что у меня не хватает мозгов лидерского, да. Что нужно делать, как нужно делать. И тогда к нам приехал Кёрк Елена Ректор, они ведущие такие лидеры, там и книги написаны по всему миру, ездят и преподают, и консультируют. Это личные консультанты Магнуса Брэндстрома по лидерским вопросам. Вот, тогда мы со Светой поехали, была Наталья Васильева, и я поняла, что мне надо учиться. И я год у них, у них гарвардское обучение идёт, на базе гарвардской дипломы, там всё. В общем, год я у них училась онлайн каждую среду, в 9 часов вечера у нас были семинары. Это мне очень много дало лидерского. Видение. Они давали видение, видение, масштабность. Разные вопросы, которые мне помогли развиваться дальше. То есть, что-то чесали, какие-то примеры не поднять, бред какой-то иногда нет. Но вот потом все примеры, они складывались в кусочки. Настолько это мощно мне помогло во всех вопросах разобраться, какие-то моменты, потому что было много всего с предательством в команде разобраться. Там вообще молодцы. То есть, они дали мне мозги лидера, вот скажем так. Когда я куда-то уезжала, мой муж был с Мариночкой. Но это было очень редко, потому что в основном была я. А здесь вы видите, у нас банкет директоров был в Олимпийском, где мы звёздочками так были. Это было классно, супер видео. Есть? По поводу предательства. Сейчас я спокойно отношусь к тому, что от вас уходят самые лучшие, ваши лучшие подруги вас предают. Самое больное предательство это было, когда Марина Макеева, она мне вымотала очень много нервов. Я вкладывала в такое развитие. Она посещала все мероприятия, я везде таскала, везде. В её структуру вкладывала порядка 70 тысяч рублей. Она шантажировала меня, что у неё денег нет, но будут заказы, если я оплачу. И я вот вкладывала, до пятнашки её вкладывала, вкладывала. Оплатила её заказы, всё, вроде так, она раз-раз-раз донесла часть 10 тысяч. Потом говорит, мне опять нужны деньги на заказ. И вот так опять, и опять 50-20, 50-20-70, 50-20-70. В конечном счёте я просто прекратила, там порядка ещё десятки застряла на всю жизнь. Шантаж, какие-то манипуляции, такие вот это, пессимисты. Теперь я поняла, спасибо ей, что она у меня была, чтобы я поняла, каких лидеров нужно остерегаться. Кстати, она очень похожа на Олесю Калинко по темпераменту. Когда у меня Олесия Калинко трижды предала, это мне помогло расправиться, потому что в Олесию я вложила очень много всего. Вот, Света, да, Света знает мою историю, сколько слёз у меня было по поводу... А, кстати, вот эти вот, все эти кукушки, да, все, это все уже переподписались, они ушли из структуры. А вот эта Михеева Оля тоже была со мной рядом, лучшая типа подруга, хорошая, подписанная. Как только она уехала, переехала в другой город, сразу переподписала, сразу подписала. Сколько всего ей понадобало, сразу вот моментом переподписалась из-за того, что надо было куда-то ехать, заказы размещать. Поэтому говорю, что вот этого всего было, поэтому будут у вас всё в структурах. Вот. А, Лиссабон, Португалия, классно, шикарно. Вот тут у меня такие моменты яркие. Вот, зная мою историю, зная всё, Владимир Балежаев подошёл ко мне, говорит, Иринка, молодец, классно, сделала всё, супер. И всё, и меня сфотографировали даже. Я не знала, что меня фотографируют. Мне так было приятно. Вот, знаете, Йонаса Рамеля, видите, да, визажиста нашего. Что ещё здесь? Это лидер группы S of Base. Сейчас немножко сменялся состав. Мы там плясали на сцене, потом она к нам вышла. Это когда они выступали, группа S of Base. Потом остались наши команды, которые называют золотая молодёжь, скажем так. Вот эти все, ну, там ребята наши, такая команда. Да, и мы плясали на сцене, потом она вышла с нами, плясала. Вот это вот мы с ней в центре, я, ну, как хорошо танцую, мы с ней вот зажигали вдвоём. Опять же таки, не зная языка ничего, мы так классно с ней списались. Она дала свой этот на Фейсбуке. Вот, я могу потом клип вам дать, супер. А это ребята. Вот, посмотрите, яда высокая, да, метр семьдесят восемь, да, без каблуков или с каблуками. А вот это как на обратном пути мы летели, там была британская сборная по гребле. Она выиграла потом чемпионат мира. То есть вот это дала мне компания Reflame. Вот понимаете, вот всё, что вот это звёзды, это просто миллионеры, это просто вообще нереально сумасшедшие люди, это вот просто вау. Просто вау. Это сложно, выйти на этот уровень сложно, очень много всего, но это вау. Дальше меня пригласили выступать в Астану. Мне оплатили проезд, проживание, питание, такси до аэропорта, который надо было 4 часа ехать, такси оплатила, да, всё. Каждый день на моё питание и проезд лучшие машины типа класса Mercedes везде ездили, возили меня по всем этим, плюс 3000 рублей на питание было в ресторанах выделено. Плюс ещё золотое кольцо подарили. Плюс вот это вот, мне сказали, отдельно у меня фотосессия была с группой, которая Пугачёва продюсирует, нельзя было, как она называется. Вот, в общем, это было круто. Я поняла, насколько ценит компания своих спикеров. Вот вообще вот просто. Это была мини-конференция. Я поняла, что Казахстан – это вообще вот так. Видите, вы видите, Светочку мою. Вот, мы с ней ездили в Стокгольм. Тоже потрясающая конференция, тоже много историй здесь Наташа Васильева, Лена, Леночка. Вот, Иринка Исаева. Вот, Леночка Гаврила, вот на 12% она вышла. Вот сейчас я эту директорскую команду, я сейчас следующую выращиваю. Вот это наша команда, вот это вот так. А это самая, считай, крутяк вообще фотография. Басюк, Волкова рулит. Такая классная. Мы всех собрали ключевых консультантов, то есть мы обучали, мы топовые тренеры были. Вот, Волкова, Басюк, крутяк. Вообще мне нравится. Вот. Дальше был Париж. Я просто пролистаю, потому что, ну как бы, у меня времени не было, девочки, потом монтировать слайды, потому что на самом деле очень много всего интересного. Мулин-Руш – это вообще просто восторг. Здесь отдельных историй много. Ну, вот как бы я… Вот здесь вот пока мы стояли в очереди час, вот здесь вот, мне позвонили, мы уже практически дошли, вон там очередь, там вообще круговая, мне позвонили, что оказывается я буду сниматься в съемках MTV. Три дня подряд у нас будут съемки. Я сказала, блин, доба на MTV, нахрена оно надо, тут Париж, Шефелева башня и все. Мы пришли, мы в Торопевт пришли домой переодеваться, и Лена мне сказала, Ира, ты попомни слово, когда ты скажешь, Ира, долбанное MTV меня хочет взять интервью. Понимаешь, вот ты зажралась, просто зажралась, как быстро, скажем так, портится власть. Ну, конечно, мне там в Эйфелево башне, когда три дня съемок, это было долбанное MTV. Ну, вот как бы так. Вот, ну, это вот было вообще, конечно, классно, круто. Ну, вот все, по-моему. А дальше просто у меня тупо не было времени, чтобы досмотреть и досказать историю, какую-то историю, что было там дальше. Просто что я хочу подытожить, да, и сказать, что Айфлейн это, вам скажут, что это секта, я соглашусь, да, секта успешных людей, которые просто помешаны на то, чтобы стать успешными. Что хочу сказать, что здесь сложно, что тяжело будет с продажами, да, я преодолевал, я личные продажи до сих пор не могу делать, я только могу всех научить красить, мазать и потом сказать, девочки, подписывайтесь и покупайте все сами по себестоимости. Так я стала, скажем так, тем, кем я есть, да, и сразу напрямую рассказывала. Дальше. Будут все крутить мужья, все говорят, что это просто бред, Арифлейн, ничего, вот вообще ничего хорошего, чокнутые, Света, спасибо, это да, тоже самое, чокнутые, и даже на уровне старшего золотого директора, я когда приехала к Свекровь, и Свекровь говорит, Ирина, когда ты найдешь нормальную работу бухгалтера, в Москву переедете, у нас там еще было, да, и будешь работать бухгалтером. Вы понимаете, вот на уровне старшего золотого директора, вот, найди нормальную работу. Вот, а тяжело, сложно, предательство, и в то же время, есть здесь все, но когда чем больше сложностей ты преодолеваешь, тем потом ты становишься сильнее. И даже сейчас, девочки, я обожаю тот период, когда сейчас все говорят, уже все в Арифлейн, все онлайн, везде все, девочки. Идет самый классный период, когда сейчас спам, тяжело, сложно, сейчас все слабые люди очень быстро отсеиваются. И когда они попробуют работать онлайн, они понимают, что здесь тяжело, они тут же начинают бросать, тем самым создавая нашу рекламу, что все работают онлайн, да, но тем не менее наша команда круче всех, растет быстрее всех, и мы постоянно кидаем ссылку для нас. Поэтому спасибо за рекламу, кто нам делает. Девочки, потом я хочу сказать, чем быстрее мы растем, тем быстрее к нам присоединяются люди. Смотрите, Арифлейн это реально, и чем серьезнее, чем сильнее у вас будет больше всего трудностей, тем потом будет сказка. А история Золушки продолжается и все. Арифлейн Арифлейн Абрес San ב�grом Абрес блин – терр Смотрите, в сервере работа fruit! Продолжение следует...